О боже мой, я сейчас пухну. Извините, я пухну. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Я прошу прощения, вот по объявлению вас побеспокою. Объявление, няня на час у вас тут указано. Да, няня на час. Да, скажите, пожалуйста, вы когда сможете приступить к работе? Ну, в любое время, как вам удобно просто будет. Если даже меня можно, если что, даже ночью меня вызывать. То есть вообще без вопросов. А, то есть в любое время суток, да? Да, ну, даже в экстремальное время, да, там даже, если надо там 2 часа ночи, я приеду 2 часа ночи. Мало ли что бывает. Это очень прекрасно. Скажите, пожалуйста, у вас опыт, да, в этом деле есть, уже немаленький, как я понимаю. Опыт? Да, немаленький, рядом сидит. Могу памперсы менять, да, то есть без проблем. То есть у вас свой ребенок есть, да? Да, да, да. А, так а как же вы отлучитесь-то от своего ребенка? А у нас папа. А, папа, няня тоже, да? Да, папа, няня тоже. Он тоже любит, тоже очень любит диеток, тоже занимается. А, ну, это хорошо. Бусатый нянь. Это хорошо. Вас Виктория зовут, да? Да, да. А, так вы в Бердянске, да, получается? Да, мы в Бердянске. А, я вас понял прекрасно. Ну, допустим, если... Меня зовут Валерий Альбертович, вот. Валера, меня зовут Альбертович. Очень приятно, Валерий. Мне тоже приятно, Виктория. Здравствуйте. Значит, я человек уже не молодой, скажем так, да, мне 54 года уже, вот, повидал в жизни много, я сам, ну, значит, ну, вы меня простите, значит, вот, вот, допустим, я просто переживаю, да, у меня, ну, такой вопрос, вот, дело в том, что у меня ребенок зачастую, да, сам остается дома, потому что я герой Украины, да, у меня ребенок дома остается, а я зачастую от... Управляюсь на Донбасс, вот. И хотелось бы, вот, на часик, вот, чтобы вы там присмотрели. На час? Нет, ну, вы у вас, я так понимаю, у вас только по часовой, потому что... Ну, по сколько? Да, по часовой, 100 гривен в час. 100 гривен в час, да? Да. Ну, а сколько, не знаю, это самое, там, ну, подоплатье будет, чтобы это самое, там, не знаю, там, допустим, с вами, там, не знаю, там, Балтики попить, там, не знаю, Львовска, 18-15. Извините, пожалуйста, нет. Не слышу. Я сижу, извините, говорю, я сижу только с детьми. А? Вот, ничего мы не пьем, да. Балтика, 17, Львовска. Только с детьми сижу. Да я роганьки возьму немножко от себя, леща возьму, роганьки, посидим чисто в это... Поболтаем с вами, отдохнем, закуралимся чисто, то есть, при новогоднем настроении создадим. Да? Не слышу. Алло. Со мной можете посидеть чисто, пивка дёрнуть? Да? Я занимаюсь только с детьми, я няня, Валерия, это сама, я тоже как дитём, мне 54 года, вот, Балтику не с кем пить, вот, леща купил, вяленого. Всё, всё, вам доброго, до свидания. С 200 гривен. Всего вам доброго, до свидания. 500 гривен за час, 500. А? Алло. Лидия, добрый вечер. Добрый вечер. Да, здравствуйте, я вот по объявлению у вас... Позвоню автоинструктору Александру. Да, скажите, пожалуйста, вы когда сможете приступить к своей, вот, работе, вот, у вас тут указано, да, вот, занимаетесь, вот, ну... Так, массажи? Да, да. Или сиделка? Да, да, вот, массаж сиделок. Массаж. Да. У вас какие проблемы, шо у вас? Да, шо, 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 вот, шо-то, вот, мне 54 года, вот, чувствую, что-то стреляет, вот, стреляет что-то. Не могу двереться, у меня дёргается, нога дёргается, хожу, у меня нога дёргается вся, дёргается. Да, шо делать, не знаю, я уже всё перепробовал, уже и так, и сяк, уже и ногу убил об стену, не знаю, у меня же ничего, чё-то... Вот вас посоветовали, да, то есть сказать, позвонить, вот, массаж, когда можно к вам-то, на массаж приехать? Ну, вы когда хотели? Сегодня до шести, я имею в виду, потому что массаж минимум 35-40. Ну, да, да, да. Потом я просто ухожу в ночную смену у меня. А, вы скажите... Завтра в течение дня. Да, а где вы принимаете, на дому или как? В районе Седова дома, дома на Седова, район, массажный стол. Да, ну, так, а шо, если, допустим, у меня, ну, ещё такой вопрос, да, не знаю, меня Вячеслав зовут, можно Славик, Вячеслав, украинцев фамилия. Вот, я хотел бы, да, Вячеслав, запомните, значит, я хотел бы, чтобы вы мне простату ещё помассировали, простату. Можно идти там заняться этим делом, потому что чувствуется что-то там не то. Простатой займётесь, Лидия? Можно, можно. Можно, да, тоже. Можно ягодицы, простаты, массаж до 300 гривен. Минут 35-40. А, это хорошо, вот. Я просто мне, вы знаете, я прошу прощения, Лидия, я просто последний раз, когда был на массаже простаты, это я, я, у меня сперма вытекла, ничего страшного? Ничего, нормально. Ничего страшного, да, там, это, вытереть и всё. Да, да, да. Да. Это хорошо. А были, да, случаи уже такие, я не первый? Да. Не, ну, бывает, да, бывает. Вы скажите, вы сегодня будете планировать или нет, если завтра, то завтра, потому что я тоже сейчас занята. Да, я вас прекрасно понимаю. А завтра у вас в какое время удобно будет? Завтра звоните после 10. Вот, а если я... Вы можете звонить в любое время. А если я, ну, во время массажа простаты, ты пёрну? Что за глупости? Говорю, все вопросы на месте. Ну, я... Я медработник, мне как-то безразлично, всё. Ясно. А если я пёрнусь и жидкий? За вас и деньги, пожалуйста. А я себя жидким набахаю. Чисто жидкостью в фонтан из жопы бахну, ничего страшного. Фейерверк, собак. Такой не будет. Не, просто я человек-то пожилой, у меня клапан-то не держит, понимаете. У меня 54 года, Лидия. Всё будет нормально. Вот, а если сперма брыслит? Я сказала, всё нормально будет. Я вас понял прекрасно. Ну, а что там, можно как-то будет, не знаю, мне в задницу огуречек вставить? Да? Нет, так, всё. До свидания. Не слышу. С глупостями своими. Я сейчас приеду. Массаж простаты делается руками. Ну, я понимаю, но мне в жопу что-то засунуть побольше, петарду какую-нибудь, корсар новогодний. Да? Всё, у меня такого нет. Нет, всё, давайте, у меня семья нет. Я сейчас приеду, я сейчас приеду, я пёрну. Я обосрался. Так, всё, больше не звоните. Я завтра... Или вам мужа позвать. Я сейчас возьму. Вам мужа позвать? Сейчас огурец провезу, и вы меня засунуете в жопу, а? Если что. Мне мужа позвать? Какого? Я сейчас позову его. Какого? С кем живу. Так, что его памзбать? Он меня забоится, я всё-таки герой Украины. Так, всё, больше не звоните. Я сейчас приеду с огурцом. Алло. Да? Оксана, добрый вечер. Вечер добрый. Вячеслав Украинцев беспокоит, я по объявлению, вот, вас. Няня Южная Борщавка, да? Борщаговка, да. Да, да. Борщаговка. Скажите, пожалуйста, вы когда сможете, вот, у вас тут, я смотрю по описанию, да, я впечатлён, честно сказать, мне нужен такой человек, когда я мог бы видеть вас у себя? Вы знаете, что вы меня пугаете, как-то, как-то так это, что значит видеть вас, меня у себя? Ну, меня просто... Я просто действительно, я ищу подработку, действительно, няней, а не иногда тем, что некоторые люди воспринимают. Я понимаю, просто у меня есть, да, ребёнок, да, ребёнок есть, вот, я бы хотел бы доверить его именно профессионалу, вот, такому человеку, как вы, поймите меня правильно. Откуда вы знаете, что я профессионал? Ну, судя по вашему описанию, да, вот, вы человек уже должен быть опытный, в 48 лет. Ну, смотрите, я ищу подработок, я не ищу няню на полную занятость. Я понимаю, да. Вы расскажите, что вы хотите, а я вам скажу, подходит это, как бы, ну, вот, мы сходимся с вами или нет. У меня есть сын, Богдан зовут, Богданчик, вот, он у меня, скажем, не хватает ему именно внимания, знаете, в каком плане, вот, я очень часто работаю, да, я отец-одиночка, понимаете, я хотел бы оставить вас с ним, там, на день, вот, на два, вот, а сам я по работе, я бизнесмен, у меня бизнес, я по всему Киеву постоянно в разъездах, вот, именно ему хотелось бы, чтобы вы дали, понимаете, немножко, вот, подзнание, вот, русский язык, литература, вот, именно читать, писать, вот, научили его, этики, этики обучили. Вы знаете, вы меня пугаете, честно, у вас какие-то такие, наверное, мы с вами не сойдемся, потому что я взрослая женщина, и то, что я слышу от вас, вот, какой-то абсурд. Сейчас я, вы сейчас все поймете, сейчас я, я сейчас позову его прям. Алло, привет, я, че, привет, ну че там, шо ты, телочка, давай мы с тобой ща покуролесим. Кто, 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 кто? Здравствуйте. Здравствуйте. Я прошу прощения за беспокойство, я хотел бы, вот, сына записать к вам на уроке музыкальное, вот, по... Ага, да, вы по объявлению, да? Да, да, да. Да, да, я слушаю, да. Меня зовут Вячеслав, Вячеслав, меня зовут, уж простите, я просто вот так поздно, да, так сказать, возможно, вас побеспокоил, вот, Амина, да, вас зовут? Да, да, да. Вот, меня зовут Вячеслав, значит, хотел бы спросить, вот, как можно, вот, ну, не знаю, вот, записать его к вам, у вас как занятия вообще проходят, расскажите, пожалуйста. Да, смотрите, я могу принимать, как бы, уроки проводить, либо у себя дома, либо ездить к вам домой, вот. Ну, вам как удобно было бы, нам тоже, как бы, вот, разницы нет, главное, знания, неважно, где их получать правильно, как вам, как учителю, комфортно будет, вот, чтобы комфорт вы ощущали. Ну, я могу ездить, вот, только, ну, не знаю, где вы находитесь, конечно же, еще. А вот скажите, пожалуйста, а музыкальный инструмент, это, ну, нам свой, да, нужно вот иметь? А у вас есть гитара? Да, у нас есть гитара, вот, просто, как бы, знаете, вот, собственно, почему, вот, у меня сын, он очень хочет научиться играть, да, вот, потому что, ну, как бы, у него есть, вот, с детства, вот, это желание, но, вот, ему, кстати, вот, 12 лет, 12 ему лет, вот, вы занимаетесь, да, вот, таким возрастом? Да, 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 да. Вот, вот, хотелось бы, да, вот, ну, чтобы он как-то хоть, ну, понимал, да, вот, что, как, просто я, как бы, сам тоже ничего не понимаю в этом деле, вот, скажите, пожалуйста, вот, когда вообще, вот, вам удобно было бы, чтобы, вот, встретиться, там, вообще, вообще, в целом. Ну, пока, вот, сейчас, наверное, в любое время и в любой день будет, вот, удобно. Так что, ну, говорите вы. Ну, я, я, хорошо. Ну, нам, знаете, чем быстрее, тем лучше. Ну, вот, он, вот, он, как бы, немножко, он, немножко, как бы, знаете, вот, понимает, да, что, как устроено, вот, струны, вот, он, там, начинает их, вроде, перебирать, ну, понимаете, да, не знает, что именно там прижимать, как оно все это там называется. Ну, понятно, да, да, да. Называется, я сам, как бы, да, в этом деле тоже не Мастак, скажем, а вот, да, вот, но я, это самое, вы знаете, вы уж меня простите, если вам не сложно будет, можно, я вот его приглашу, буквально на пару слов, вот, он спросит, там, у вас, вот, ну, чисто, вот, может, вы найдете общий язык, вот, сразу с ним, Богдан его зовут. Вот, сыночек, сыночек, подойди, пожалуйста, мой родник, да, вот тут, сейчас, вот, учитель музыки, как ты просил, не стесняйся, говори, вот, что ты там, это самое, да, гитара, да, как ты хотел, гитарочка, сыночек, подойди сюда, без стеснения, ой, мой ты, маленький, все, все, на, давай, только не стесняйся, давай, будь мужчиной. Алло. Алло. Да, Богдан, привет. Здравствуйте, здравствуйте, я хочу в гитару научиться. Да? Можно? Да, твой папа рассказал, как ты очень хочешь. А когда, а когда мы можем поиграть? Ой, хочу в гитаре. Да, зови, приду, расскажу, покажу, научу, будешь играть. Я очень хочу, а можно завтра? У меня гитара есть. Завтра? Да. О, конечно. Я могу на ней играть. Дочка. Не знаю. Я хочу очень, а как вас зовут? У меня зовут Амина. Аминочка, да? Красивое вас имя. У меня пардан. Поехали. У меня пардан, мне богом дан. Я прям богом дан. Да. Завтра, да? Угу. Во сколько? Во сколько, во сколько. А во сколько будет тебе удобно? Мне удобно всегда, когда папа отвезет меня поиграть. Куда? Поиграть к вам. Когда папа повезет. Ага. Во сколько? А можешь папе дать трубочку? Да. Весело. Что это? Алло. Да. Алло. Да, да, да. Да, да, да. Я прошу прощения. Что вы там вот? Что-то он стесняется? Прям смотрю, трясется. Да. Вот, когда вот скажите мне, мы хоть завтра готовы приехать. Ну, хорошо. Смотрите. Ну, вам удобно будет, да, ездить ко мне домой, да? Будет удобно. Ну, как вам, вы скажите, да, как вот вам удобно, так и мы и сделаем. Алло. Ну, хорошо, запишите, да, запишите адрес, сейчас договоримся на время тогда. А, так, это самое, да, сейчас, сейчас, чего-то, сейчас что-то, боданчик, что-то, что-то, это самое, чего такое, чего-то там. Скажите, да, я буду ждать его. Алло. Да. Амина. Да. А можно я понюхаю вашу пищу? Ты чё, дурак, чтоли? Ах ты, шалоп. Ай, блин. Хто, 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 хто.